Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети комиссионных магазинов «Титан». Купил себе планшет, работает идеально, все летает. Очень рад покупке. И сэкономил, и гарантию дали. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. На улице Воровского два студента убедились в том, что за свои слова можно получить по зубам. Драка произошла около часа ночи. Илья и его друг по прозвищу Гуф проходили мимо компаний молодых людей и, судя по всему, проронили обидное слово. Впрочем, этого было достаточно, чтобы оказаться в крови и в синяках. С участниками драки пообщался Павел Москвин. Короче, почему ты сидишь? Почему у тебя руки в крови? Ударили. Кто? Пацаны вот эти. Вы их знаете? Нет. По словам 18-летнего Ильи и его друга Гуфа, по зубам они получили просто так. Шли в бутербродную, чтобы перекусить, но по дороге их, что называется, накормили кулаками. Компания из шести человек напала на них. Мы просто проходили мимо. Они подошли вам, ударили, да? Да. Что-то говорили в этот момент? Нет. Тогда били? Нет. Сколько раз ударили? Один. Пиладе весь камер. А вот. Обидчики Ильи и Гуфа свое вино отрицали. Не, 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 слышь, не снимай меня. Не снимайте, пожалуйста. Не снимайте, пожалуйста. Не снимайте, пожалуйста. Я ничего противозаконного не совершал. Я иду спокойно домой. Ничего плохого не делаешь? Да, я подпил, но я иду конкретно домой. Входим в слово 8-м, конкретно, но мы побои нанесли. Правильно понял? В смысле? Ну, у нас обои не нанесли. Не, в смысле, это обоюдно было. Нет. По словам молодых людей, Илья и его товарищ сами спровоцировали конфликт. Проходя мимо, сказали обидное слово. В итоге, как говорится, пришлось отвечать за базар. А то, что, извиняюсь, если у нас в России просто по лицу бьют, как бы, б***ь, если это предел права, отвечать, то это вообще очень плохое. Конфликт в итоге разрешился мирно. Никто из участников драки заявление писать не стал. Травмы оказались несерьезными. Полицейские всех отпустили, но сделали предупреждение. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия.